Эффект Куинджи 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 среди зрителей у входа в музей, но и нездоровый интерес людей, считающих, что картины – это легкая нажива. Это быстрая и легкая возможность заработать большие деньги. Если посмотреть хронику «Краш» из музеев, из галерей, из аукционных домов, она представлена самыми разными странами, городами и названиями музейных, выставочных или аукционных институций. Поэтому, к сожалению, эта история древняя, как мир. Другое дело, что есть свои особенности, есть свои причины для каждого конкретного случая. Ну и, конечно, мотивация, помимо наживы, она тоже может быть разной. Но, тем не менее, если мы говорим про Челябинск, в Челябинске какие-то истории случались подобные? Нет, подобные истории не случались. И между тем мы понимаем, что никто не застрахован от посягательств. И повышение уровня безопасности и совершенствование безопасности не могу, по понятным причинам, вдаваться в детали. Но это постоянная работа. Это ежедневная работа. Ну, как, собственно, говорил Сальвадор Дали про совершенство, не бойтесь стремиться к совершенству. Вам его не достичь никогда, но в этом вопросе нужно стараться достигать максимального и технического, и организационного, и кадрового совершенства или уровня. И мы стараемся, как, собственно, и все другие музеи в этом направлении двигаться. А как часто во время выставок вам задают вопросы о стоимости той или иной картины? К сожалению, я объясню, почему, к сожалению, эти вопросы звучат регулярно. Всегда, когда мы перевозим выставки из центральных музеев, я понимаю, что прозвучит вопрос. Какая самая дорогая картина? Сколько вообще стоит эта выставка? Сколько вы денег потратили на страховку или транспортировку? Возникает ощущение, что ценность искусства измеряется деньгами. Для коммерсантов, для арт-дилеров, для аукционных домов, для антикварного рынка этот вопрос действительно представляет профессиональный интерес. Но когда вопрос задается для широкой аудитории, и широкая аудитория вместо духовной, эстетической, культурной, исторической значимости произведений слышит цифры, я полагаю, что у некоторых людей может возникнуть ощущение, что искусство, и значение искусства измеряется деньгами. Можно ли управлять на этот процесс? Можем ли мы исправить людей? Конечно, нет. Мы должны сделать все, чтобы профилактировать эти ситуации. А вот после случая в Третьяковке вы ожидаете ужесточения требований к организации выставок? Я полагаю, что это несомненно произойдет, тем более, что за последние, ну скажем, 3-4 года мы наблюдаем достаточно серьезное ужесточение требований со стороны наших партнеров центральных музеев. Мы не только предоставляем подробнейшую информацию о системах жизнеобеспечения, функционирования и безопасности наших залов, но и, собственно, приезжающие специалисты относятся к этому максимально требовательно. Это касается всех моментов, всех этапов подготовки организации выставки. С того момента, когда картину начинают упаковывать по месту ее постоянного жительства, скажем, в Третьяковской галерее или в Русском музее, это специальная транспортировка, это люди, которые знают, как упаковывать, как вести, как нести картину, как ее, так сказать, извлекать из контейнера, как она должна экспонироваться. То есть требования действительно ужесточаются, и мы стараемся им соответствовать. Хотя я понимаю, что не всегда, может быть, есть какие-то возможности, в конце концов, это связано и с финансовыми вопросами. Но Министерство культуры отзывается на наши, так сказать, просьбы, и идет на встречу, и мы решаем их. А вот сегодня какие-то особые требования к смотрителям залов и выставок существуют? Вы знаете, Институт музейных смотрителей в России, вероятно, не только в России, хотя в тех зарубежных музеях, немногочисленных зарубежных музеях, где я бывал, я видел совершенно разные картины. В некоторых, смотрите, были очень похожи на наших милых, обаятельных, гостеприимных женщин, в основном это женская работа. В других музеях, как скажем, в Лувре, смотрители – это крепкие мужчины в костюмах, со средствами связи и средствами защиты и так далее. Я думаю, что мы должны будем двигаться, и мы стараемся делать уже шаги как раз по пути, который нам показывает Лувр. Я безумно люблю наших музейных смотрителей. Это женщины, которые гостеприимны, приветливы, они осуществляют функцию, знаете, на такой гостеприимной хозяйке. Они осуществляют навигацию в залах. Они подсказывают, что это да. Они подсказывают. Это все действительно есть. Но мы понимаем, что женщина, не обладающая специальной подготовкой, не может противостоять каким-то определенным противоправным действиям. Поэтому я уверен, что вот эти функции гостеприимства и такой добросердечной атмосферы должны выполнять, так сказать, одни сотрудники. А роль и значение смотрителя музейного, функциональное и содержательное наполнение вот этой должности, оно, конечно, должно меняться. А вот как вы считаете, будут ли теперь более строго относиться к посетителям? Мы периодически проводим на эту тему и совещания, и мы обсуждаем эти вопросы, и мы как-то стараемся выбрать некий баланс между строгим, но корректным отношением. Периодически посетители не разделяют нашего строгого подхода. Я знаю, у нас бывали, скажем, ситуации, связанные с сумками с большими, или с колясками, или с объемной одеждой. Дело еще в том, что многие наши посетители бывали в других странах и посещали многие музеи. И у них есть тоже разные примеры. Скажем, в том же Лувре посетители входят в музей в одежде и с большими сумками. Но у нас несколько иные климатические условия, и, может быть, на улицах несколько менее чисто. И службы безопасности, они тоже, так сказать, может быть... Ну, то, что приемлемо для Лувра, это может совсем не подходить. Может не подходить. Хотя момент, связанный с добрым отношением к посетителям, и возможность позволить посетителю чувствовать себя более естественно, это тоже важно. И мы стараемся уходить от такой жесткой, директивной, ограничительной системы в нашем музее. Если посетитель разговаривает по мобильному телефону, не крича при этом, а рассказывая своему другу или какому-то родственнику о своих впечатлениях, может быть, он описывает картину из своей эмоции по поводу картины, перед которой он стоит. Ну, пусть разговаривает. Главное, чтобы он не мешал другим посетителям. Главное, чтобы он не создавал опасность для предметов искусства. А вот эти ограничения, они, конечно, есть, и мы стараемся им следовать. Ну, хорошо. Вот какой, на Ваш взгляд, или какие должны быть в ближайшее время предприняты меры, и что нужно, может быть, изменить в системе охраны? Ну, вот ситуация с Третьяковской галереей и с выставкой Архипа Куинджи, она, может быть, не очень типична, потому что в определенной степени это связано и с громадным количеством посетителей, с десятками тысяч людей. И в такой атмосфере, в такой обстановке, конечно, крайне сложно соблюдать все меры безопасности. Я думаю, что, во-первых, должны быть регламентированные объемы посетителей, которые входят в залы. Каждый зал определяет своей емкостью. Это исчисляется не только местами в гардеробе, но и просто площадью и количеством сотрудников. Кроме того, конечно, несомненно, должны быть приняты, и они будут приняты. Мы уже это обсуждали. Дополнительные меры технической безопасности. Ну и что касается физической охраны, никто не отменял ее. И у нас уже есть опыт, у нас уже в качестве смотрителей работают мужчины. Пока их несколько, но я думаю, что их количество будет увеличиваться. Это бывшие сотрудники полиции, которые знают, как, сохраняя приветливость и корректность, между тем выполнять определенные функции, связанные с безопасностью. То есть здесь нужно, так сказать, обратить внимание и на человеческий фактор, и на техническую оснащенность. Ну, я думаю, что все-таки самый очевидный и положительный момент во всей этой не очень хорошей истории все-таки присутствует. Это то, что многие теперь стали интересоваться или теперь узнали, кто такой архив Куинджи. Ну, надо сказать, что Куинджи всегда был в первой пятерке самых известных русских художников. И его картины, как при жизни художника, так и весь 20-й век пользовались всегда невероятным интересом, тем более собранные в одном месте, в знаковом месте, в Лаврушинском переулке. Я просто надеюсь, что эта история не только, так сказать, сколыхнет волну каких-то, какой-то критики в ады из музеев и музейщиков, но и все-таки заставит людей задуматься о том, что такое искусство и как нужно с ним общаться. И в завершение, что ли, все-таки наш город и вообще Челябинская область будет иметь возможность появления вот таких мировых шедевров в наших выставках. То есть вы хотите спросить о выставке Куинджи? Да, в том числе. Ну, я уверен, что наш музей ожидает очень интересное и яркое будущее вообще в целом. Это связано с подготовкой к саммитам и с теми решениями, которые были приняты губернатором по поводу улучшения ситуации с нашим музеем, расширения площадей. Я очень хочу, чтобы у музея появились большие выставочные площади, потому что сейчас даже наш красивый Александровский зал – это всего лишь 20-25 картин, иногда 30, иногда 35. И мы регулярно проводим выставки из наших великих музеев. Что касается Куинджи, мы всегда о нем помним, потому что в книге отзывов, какую бы выставку мы ни привозили, обязательно есть записи о Куинджи. Поэтому я не исключаю, что в каком-то будущем Челябинцев ждет встреча с великим мастером. Спасибо за ваши ответы, за то, что согласились ответить на наши вопросы. О том, как изменится система охраны в музеях искусств, мы говорили с директором Челябинского государственного музея изобразительных искусств Станиславом Ткаченко. А с вами была Марина Кленова и программа «Есть вопросы». Продолжение следует...